Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Сегодня у нас недельная глава Шавтим, Судьи. И нам Всевышний напоминает о грехе Золотого Тельца, в который мы попались в ловушку Сатану. Маше ушел 6-го Сивана, после того, как получили 10 западей, он уходит в Хореве на гору Синай. Мы ждем его вместе с Агароном, с Хуром. Ждали 39 дней и уже остались какие-то часы, что должен был вернуться Маше. Мы что-то сен посчитали, ошиблись, и Сатан нас подогрел. Он нам показал изображение гроба, какого-то в Маше в нем, в этом гробу. В общем, Маше умер. И мы поняли, что мы остались одни, Маше не пришел. И решили сделать божество. Требуем сделать божество Агарона. Агарон, как? Это же нельзя так делать, но это очень тяжело. Хур, племянник Маше и Агарона, это сын Мирьям, он говорит, это делать нельзя. Это преступление. Толпа его собралась и забила камнями. И умер он. Агарон понял, если сейчас толпа убьет его, то народу конец. То есть будет уничтожен весь народ. Всевышний это не простит. Это действительно могло было быть. Агарон решил потянуть время. Он понимал, что Маше должен вернуться. И он решил так. Сейчас я попрошу золото, чтобы они сняли с ушей дочерей, жен и дали мне. Он хорошо знает, женщины не хотят расставаться своими украшениями. И украшения своих детей не хотят отдать. И поэтому, пока это все будет, время пройдет, Маше спустит, все будет хорошо. И Маше говорит, нет, Агарон. Агарон говорит, что соберите золото с ушей ваших жен, детей. В общем, он это все сказал. И женщины не дали ничего. Тогда мужчины сняли со своих ушей украшения. И собрали быстро это золото. Как сделать грех, так мы быстрые. Агарон решил его долго обрабатывать, чтобы получился этот телец, который они требовали. Буду тянуть время, пока его обработаю, пока сделаю. Не тут-то было. Вышли из Египта два волхва египетских. Маше взял с собой, кого хотел всех, кто желал выйти из Египта. Он взял с собой. Он считал, что надо чем больше людей вывести из Египта. Всевышний говорит, выведи народ из Израиля. Он взял всех, кого считал нужным. Он считал, чем больше, тем лучше людей привести ко Всевышнему. Он как человек мыслил, но не слушал, что говорит ему Всевышний. И он спас мальчика Миху. Фараон замуровал этого ребенка в скалу, потому что мы не успевали делать количество кирпичей. И когда фараон нас обозлился, заставлял нас сделать то же количество кирпичей, когда нам давалась солома, а теперь солома нам не дана. И фараон издевался, брал детей и замуровал стену. И одного ребенка он замуровал, и Машееву удалось спасти. Как этот фаслец и мальчик Миха. Вместе с ними волхвами сделали с помощью колдовства этого тельца. Они обладали такими силами. И что оставалось Агарону? Он пытался задать время, но уже было поздно. Они начали праздник, вознесли жертвы. И сел народ пить и есть, и начали забавляться. Раша говорит. Мало того, что это было идолопоклонство, поклонение тельцу, которого они изготовили. Так это еще и началось и кровосмешение. То есть начался ужасный разврат. В общем невероятно, что начало происходить. Агарон не мог уже с этим полностью совладать. Он пытался что-то сделать, но не тут-то было. Всевышний говорит Маше. «Растлился твой народ, который вывел ты из страны египетской». Маше на горе. Маше говорит. «Может они жертву не принесли? Может они песни восприлили?» Всевышний говорит. «Все сделали». И все сделали. И в руках у Маше две каменные скрижали, исписанные перстом Всесильного. Ему Всесильный подарил эти скрижали на горе Синай. Маше думает, что же ему делать. Он спускается с горы. Его ждет Егоша в подножье горы. И Егоша говорит. «Шум в битвы встанет». Маше говорит. «Не крик победителей, не крик победителей, не крик побежденных я слышу. Слышу звуки восторга». Маше подошел, поближе увидел, что происходит. У него в руках скрижали. Он понял, что если сейчас Маше спустится в скрижали, они увидят скрижали с десятью речениями, то тогда конец народу. Маше понимает, что происходит. Маше решил взять вину на себя. Он решил, пусть я лучше разобью скрижали. Сейчас и пусть меня Маше убьет. Всевышний пусть меня убьет, Маше говорит. Но народ останется цел. Он бился за народ до последнего. Он взял и разбил скрижали о подножии горы. Скрижали и упали. Медраж пишет, что старейшины пытались ему помешать, что ему навстречу. Но Маше был сильный. Он бросил их и разбил. «Нет документа. Все. Народ не видел. Народ не виноват. А за то, что я разбил, пострадаю». Так как Агрон брал на себя вину с этим тельцом, решил, что я буду делать тельца. Пусть я погибну, народ выживет. Так же и Маше рискует жизнью. Спускается вниз. Видит, что раслился народ. Напишет, что распустил его Агрон. Маше говорит, кто за Бога ко мне. И встали к нему все левиты. И сказал, убейте теперь. Пройдитесь и убейте виновных за давление тельца. И написано, что левиты убили в этот день около трех тысяч человек. И написано, что отцов своих не жалели. Братьев своих не жалели. То есть страшная ситуация. Что касается тельца. Маше его взял, растер в порошок. В деревянной части сжег. Само металл, растертый в порошок, он бросил в ручей, стекающий из горы. И заставил нас пить эту воду. И кто был виноват. Кого не опознали левиты. Они не знали, кто точно все собирал. Кого знали, только убили. Вот там люди умирали. Сколько было умерших, мы точно не знаем. Но это был мор настоящий. Много людей от мора этого умерло. Всевышний выпросил в очередной раз прощение народу. И Всевышний народ не погубил. Всевышний вообще сказал, простил я по слову твоему. Интересно, Медраж говорит, что убили только Эреврав. Людей присоединившихся, которые вышли из Египта. Это они подняли вот это восстание. Вот это они решили служить тельцу. И добились этого результата. Поэтому в данном случае именно они погибали. Именно вот эти Эреврав, которые присоединились. Хотя нам вообще трудно это понять. Потому что отцов своих жалели, братьев своих жалели. Трудно понять эту ситуацию. Ну, комментарий такой. И Равиш Лома Цеки его приводит. Не все нам понятно в Торе. Конечно не все. Но раз наши мудрецы пишут, наверняка это основание у них железное. Горазный пишет, что было так. После этого Маше просит прощения. Хочет, чтобы Всевышний простил окончательно. Чтобы дал все-таки возможность получить Тору на горе Синай. Дал нам опять скрижали. И Маше поставил шатер. Шатер откровения. Там под горой. И молится. 40 дней он молился. 40 дней просил Всевышнего. Всевышний простил. И сказал ему, сделай себе такие же скрижали. Как первые, которые ты разбил. Я напишу на скрижали те же слова, что были написаны на тех же скрижали. Маше нашел у себя в шатре сапфировую глыбу. И вырубил скрижали. Всевышний отдал ему осколки от этих скрижалей. Потому что Маше, когда выходил из Египта, не взял ничего у своих соседей. Ни золота, ни серебра. Он просто уходил. У него было много забот. Он искал гроб Йосифа. Это была особая история. Он не мог его найти, пока не нашел. В общем, тут Всевышний ему вернул. Он тоже стал богатым человеком. Маше вырубил скрижали. И сделал ковчег деревянный. Куда нужно было положить скрижали, когда он их принесет. И поднимается опять на гору Синай. И Всевышний дает ему Тору. Получает еще сорок дней Тору Маше на горе Синай. И Всевышний написал на этих скрижалях те же десять заповедей. которые были написаны на первых скрижалях. Маше спускается с горы. Мы его встречаем. И мы увидели, что у Маше лицо светится. То есть Всевышний сделал какое-то необычное свечение. Все испугались. Очень страшное дело. И когда Маше разговаривал со Всевышним, то он, получается, открывал лицо свое, видно. Когда разговаривал с нами, закрывал лицо свое. Когда разговаривал со Всевышним, он лицо свое закрывал. Он был такой скромный, чтобы не смотреть на Шхину, на Божественное присутствие. Когда с нами, наверное, открывал лицо, чтобы светилось лицо Маше, чтобы мы боялись. Боялись Всесильного. Такая страшная история у нас произошла. Но она нас учит, что такое идолопоклонство. И к чему это приводит. Сначала это разврат. Оргия. Потом это идолопоклонство. И конец народу. Такое может быть. Страшно то, что мы через 40 лет это повторили. Уже будучи мудрецами Торы. В Шитиме. Последняя стоянка, когда мы стоим перед рекой Иордан. Напротив Ерехона. Мы поддались совету Белиама. Который посоветовал совратить с помощью женщин и служить Бальпиору. К сожалению, это повторилось. Мы опять пострадали, конечно. Но. Нигде не написано, что жизнь должна быть легкой. И всегда нам приходят испытания. И надо их стараться держать. Как бы нам тяжело не было. То есть, какой бы человек ни был. Какой бы он ни был знаток Торы. Мудрец. Он может попасться в эту ловушку. Это действительно тяжелейшее испытание. Но мы должны держаться с последних сил. И побеждать. И всегда, когда побеждаем злое свое начало. Это нам идет плюс. Вот мы должны все время побеждать. Попали в такую ситуацию. Выстаиваем. Не делаем. Надо сказать все нет. И все. Как бы мне не хотелось что-то сделать. Нет. И тогда мы получаем от этого Всевышнего награду. Браху. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Яков бен Нахум. Владимир бен Григорий. Павел бен Ефим. Самыл бен Герш. Хая Малка Батйосин. Мира бат Аврагам. Роза бат Михаэль. Памяти Ури бен Харитон. Мендель бен Мендель. За здоровье Светлана бат Клара. Шимон бен Венцхак. Борис бен Мария. Анна бат Ривка. Полина Перл бат Соня Сура. Лена бат Клара. Женя бат Ида. Анна бат Елена. Евгений бен Софья. Двойра бат Верьям. Моисей бен Ева. Ирина бат Войра. Йосиф бен Раиса. Инесса бат Моэль. Евгений бен Берт. Евгений бат Ита. Фира бат Анна. Геннадий бен Елена. Леор бен Клара. Ольга бат Светлана. Йосиф Дан бен Сара. Таня бат Фрита. Ида бат Рива. Вадим бен Татьяна. Юлия бат Белла. Мазал Парноса Сгула. Ирина Батури. Арона Рей бен Ри. За хороший дух Арона Рей бен Двойра. Денис Бедахум. Авигаль бат Сара. Парноса Эбриют. Владивир бен Рая. Марина бат Рая. Борис бен Марина. Всего хорошего. Олегу Марченко. Всем броса Парноса Кавана. Мазал толк. Чтобы мы это время не грешили. Учили Тору. Всем всего самого наилучшего. Крепчайшего здоровья. Делитесь этим видео с друзьями. Пусть закончится эта страшная война. Чтобы у нас все было хорошо. До следующей встречи. Надеюсь настоится завтра в 15.30. Шалом.